Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня кратенькое видео, ответ на достаточно частый вопрос куда девать масло от фритюра, вот в таком количестве, можно ли его хранить, как, что вообще, куда сливать и так далее. Мы вот недавно с вами готовили во фритюре, это были куриные кусочки, и там тоже в комментариях был вопрос, а куда девать? Вот расскажу, можно ли хранить, сколько хранить, как с ним вообще обращаться и так далее, и так далее. Заранее я говорю, все что говорю, говорю исключительно для домашнего использования, где у вас в качестве фритюра идет простое подсолнечное масло, никакое не фритюрное масло и так далее. Значит, как масло хранить можно? Хранить его можно не более двух недель, при условии, что вы его отфильтровали, и хранить в холодильнике. Вот так. Значит, как отфильтровать? Очень просто. Если я вам сейчас вот покажу, когда вы готовите, с теста какие-то кусочки и так далее, вот это все оседает вот здесь, ну, здесь на сетке это можно убрать, но это оседает там вот на дне, на дне фритюрницы. Я вот сейчас вот эту чашку вот так поставлю, это масло стечет, и я вам покажу. Вот, то есть все вот эти вот кусочки, крошки, они находятся вот там под нагревательным элементом в масле, и в следующий раз, если вы их не уберете, они начнут гореть. Вот это то, что дает черноту, горечь, вот это вот все, цвет плохой для ваших будущих блюд. Поэтому это надо убирать. Даже если вы, смотрите, вот вы сегодня налили фритюрницу маслом, загрузили, сегодня готовите для гостей. И если вы знаете, что вы и завтра, и послезавтра будете готовить для гостей во фритюре, или для себя, неважно, во фритюре, вот будете его использовать несколько дней, что нормально, тем более в домашних условиях, да, то вам, конечно, не нужно масло хранить в холодильнике, если вы вот знаете, что вот раз, два, три там приготовите, вот вы это дело приготовите, этот период, все, и там можно его выливать. Ну, фритюрницу почистите, то есть уберите сетку, снимите нагревательный элемент и просто ситечком каким-то вот эти все вот ошметчики выньте и выбросите в помойку, и все, чтобы они просто не горели при следующей готовке. Вот, а теперь, значит, если вы планируете там только через неделю снова к этому делу вернуться, вот, вот я покажу вам. Убираем нагревательный элемент. Его тоже можно и нужно чистить периодически. Вон там вот, сейчас вы увидите. Вон они, вон они, видите, везде плавают вот эти вот крошки. Это вот после нашей жарки вот этих вот куриных кусочков, это части кляра. Вот я вынимаю чашу, все это вот, видите, в таком виде разбирается. Значит, масло нужно профильтровать. Мы профильтровать его можем в мелкое-мелкое сито. Уберем, так сказать, все лишнее. Я вот это сито снабжаю еще вот такой вот тканью. Можно просто сразу, ну, если нет, вот через мелкое сито сразу вот в какую-то емкость. Я вам сейчас сделаю сначала так. Вот, то есть просто вот, просто берем и переливаем. Сами видите, что вот масло, оно постояло у меня, да, то есть оно не потеряло свой цвет, оно не стало темнее, оно хорошо фильтруется. Вот, основную проблему представляет то, что внизу. Вот я сейчас доливаю. Вот это вот, вот эти вот остатки мы как раз не допустим до следующей готовки. Это вот про это я говорил, что если вы готовите каждый день на протяжении там нескольких дней, то вам достаточно будет просто убрать из корзины нагреватель сетку и вот это вот каким-то сетичком выскрести по максимуму убрать. Вот, ну, если не лень, то вот так вот отфильтровать. Вот, ну, и теперь это масло мы уже наливаем в какую-то емкость. Вот у меня тут есть 2 литра. Я, как правило, как правило, я храню бутылки. Вот, я, друзья, как я уже говорил, когда вот даже делал обзор этой фритюрницы, что удобнее всего вот 3 бутылки масла вы вылили, просто бутылки пустые оставьте. Вам надо будет собрать масло, вы через вороночку в эти же бутылки это масло нальёте, всё, и дальше уже там хотите храните, хотите выбрасывайте. Значит, конечно, в этом видео обязательно надо сказать утилизация масла, ни в коем случае не выливать в раковину, вот налить в бутылки, и в бутылках как бытовой отход, там, в мусорный контейнер надо выбрасывать. Вот, переливаем в бутылку и храним в холодильнике. До двух недель, не больше. Вот такие дела. Так вот, друзья, я закончил переливать масло. Эту бутылку поставлю в холодильник, 2 недели она будет храниться. Но, скорее всего, именно это масло мы будем использовать, скоро будем делать с вами чебуреки.